Маршрут шествия за честные выборы, которые намечены на 4 февраля в Москве, до сих пор не определен. Но по данным наших источников, от Садового кольца и Нового Арбата могут отказаться сами организаторы. Этот вопрос сейчас активно обсуждается в оргкомитете акций протеста. Там опасаются, что не обеспечить должных мер безопасности, да и мэрия вряд ли пойдет на то, чтобы блокировать центр города на целый день. О попытках договориться. Антон Жилнов. Да, Тань, привет. По данным наших источников, близких правительству Москвы, маршрутом шествия пока не определились сами организаторы. Хотя мэрия предварительно, естественно, оповещена о желании оппозиции пройти от Калужской площади по Садовому кольцу и Новому Арбату до Маховой. К таким планам в мэрии относятся с осторожностью и практически признают, что будут искать альтернативу. Организаторы сами понимают, что при таком масштабе шествия они не смогут обеспечить должных мер безопасности. А мэрия, в свою очередь, не допустит блокирования центра города на целый день. Для того, чтобы все сложилось, договориться должны сами участники митинга. В запасе у них есть немного времени. Заявка на митинг должна быть подана не позднее, чем за 10 дней до проведения шествия. И в сети появилось видео, где Владимир Рыжков и Геннадий Гудков, они в числе организаторов шествия, обсуждают альтернативные маршруты, которые позволят не расколоть оппозицию. В числе вариантов рассматривается, например, перенос шествия на проспект Академика Сахарова. Правда, это будет скорее митинг тогда, чем шествие. Если идти по Садовому, то Гудков и Рыжков предлагают сократить маршрут и перекрыть лишь часть Садового кольца. На безопасности заботится и Ольга Романова, которая с пониманием отнесется к изменению маршрута. Безопасность здесь превыше всего, сказала она в разговоре с нашим телеканалом. Все участники оргкомитета, среди них, напомню, также Борис Немцов, Сергей Пархоменко, Борис Акунин, признают, что нельзя допустить ситуацию раскола, когда одни пойдут по Садовому кольцу, это будет запрещенная акция, а другие по проспекту Сахарова. Поэтому в ближайшие дни, а скорее всего сегодня, штаб будет должен сам для себя выработать устраивающую всех позицию. В связи с этим, контакты с мэрией, по данным наших источников, временно прекращены до согласования всех внутренних, прежде всего, позиций и мнений. Между тем, на странице шествия в Фейсбуке уже 20 тысяч подписчиков. И еще раз напомню, что заявка на проведение митинга может быть подана уже завтра, но не позднее, чем за 10 дней до его проведения, это 4 февраля. Спасибо, Антон. Антон Жилнов о том, как договариваются члены оргкомитета за честные выборы с властями Москвы о проведении шествия. Но я добавлю, что Геннадий Гудков накануне в нашем эфире говорил мне о том, что возможно перенесение даты с 4 февраля на 5 февраля этого шествия. Хотя я сегодня читала в комментариях Сергея Пархоменко, что для них эта дата принципиальна, потому как 4 февраля 90-го года в Москве был многотысячный митинг. Кроме того, принципиальным может быть для некоторых участников оргкомитета этот маршрут, я уже сказал, что обсуждение ведется, но то, что стороны хотят договориться все между собой, это тоже факт, поэтому я думаю, расколы никто не будет допускать, и тут будут какие-то очевидные совершенно напряженные попытки договориться. Ну да, посмотрим, удастся ли.